МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С основными событиями к этому часу в студии телеканала Север. Ольга Руссул, здравствуйте. Больше вакцины в Ненецкую окружную больницу доставлено 2500 доз препарата ГАМ-КОВИД-ВАК. Любви все возрасты покорны в преддверии 14 февраля съемочная группа телеканала Север отправилась выяснять у жителей Наринмара, что же для них значит светлое чувство. Силовики вышли на футбольное поле. В Наринмаре продолжается турнир на Кубок общества Динамо. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. У жителей Каратайки и Харуты выявлен коронавирус. Кроме того, диагноз COVID-19 подтвержден у граждан из Наринмара и поселка Искателей. Всего за прошедшие сутки в Ненецком округе зарегистрировано 8 случаев. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 969 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. По данным медицинских организаций, за истекшие сутки выздоровели 5 пациентов. На сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19 подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс находятся 62 пациента, в том числе два бессимптомных носителя. Из них в стационаре получают лечение 11 человек. Находятся на амбулаторном лечении 51 человек. Добавлю, также в регионе зарегистрировано два летальных исхода от коронавируса. И в продолжении темы. В Заполярье накануне завезена новая партия вакцины от коронавирусной инфекции. В Ненецкую окружную больницу доставлено 2520 доз вакцины гам-ковид-вак, известную еще под названием «Спутник Ви». Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения, новая партия будет распределена между учреждениями здравоохранения округа взрослой поликлиникой Ненецкой окружной больницы и центральной районной поликлиникой Заполярного района. В населенные пункты округа вакцина распределяется в зависимости от потребности. В связи с тем, что доставка лекарственного препарата имеет сложную логистику, гам-ковид-вак должен транспортироваться и храниться при температуре не выше минус 18 градусов. Вакцину в населенные пункты доставляют в специальном термобоксе строго по заявке медиков, которая формируется по запросу населения. Сейчас вакцина доставляется в село в соответствии с рабочими графиками мобильной медицинской бригады и социальной бригады. 9 февраля вакцина уехала в Коткино, 8 февраля – в Оксино, 11 февраля – в Красное, а сегодня – в Макарова и Кую. 15 февраля планируется доставка 60 доз вакцины в Амдерму. 17 февраля по 90 доз в Нижнюю Пешу и Несь. Напомню, массовая вакцинация в Ненецком автономном округе стартовала в декабре 2020 года. К 11 февраля прививки сделали 1259 человек. Из них 407 человек привелись двумя компонентами, то есть завершили вакцинацию. За весь период в регион доставлено 4058 доз вакцины, включая поступившие сегодня 2520 доз. И теперь о кадровых перестановках в сфере здравоохранения. 12 февраля Наталью Микову назначили главным врачом Ненецкой окружной больницы. Ранее она возглавляла центральную поликлинику Заполярного района. Наталья Микова имеет высшее медицинское образование, окончила Витебский медицинский институт по специальности лечебное дело. Общий стаж работы в сфере здравоохранения составляет около 22 лет. Работала на различных руководящих областях в сфере здравоохранения. А четыре последних года возглавляла центральную районную поликлинику. Что касается прежнего главного врача Дмитрия Козенкова, его контракт с лечебным учреждением закончился. Об этом сообщает информационное агентство НАУ-24 со ссылкой на региональную администрацию. Добавлю, исполнять обязанности главного врача районной поликлиники пока будет Татьяна Потапова. Газовый котел в новой квартире оказался с дефектом. С этой проблемой в редакцию нашего телеканала обратилась жительница поселка Красное. Жилье женщина получила в конце прошлого года по договору социального найма и уже два месяца вынуждена бороться за тепло в квартире. Александра Литкова расскажет подробнее. Радость от получения новой квартиры, которую Евдокия Бобрикова ждала не один десяток лет, была недолгой. Все испортил газовый котел. Такой звук котел издает каждые полчаса. Женщина признается, пищание делает нахождение в квартире некомфортным. А на мониторе при попытке добавить или убавить температуру выскакивает ошибка. Когда нам ключи давали, мы пришли дом смотреть. Уже тогда котел выдавал ошибку Е2 и пищал. Уже вот тогда пищал. Однако, согласно акту приемки квартиры муниципальной комиссии, в период передачи ключей нанимателю котел был полностью исправен. Но, по словам женщины, проблемы с отоплением были уже тогда. Я к газовикам ходила. Мне сказали, надо купить запчасть. Я их приглашала. Они тут смотрели. Они сказали, мне надо купить запчасть на котел. Я через сельский совет, они связывались с Поповым. Попов нам обещал поменять эту запчасть. Но никаких этих не было от него действий. Я съездила, купила эту запчасть. Мне ее поменяли. Но, мне кажется, поменяли и стало еще хуже работать. В телефонном разговоре с нами директор компании застройщика Василий Попов признал, неисправность действительно есть. А вот деньги, которые хозяйка жилья потратила на ремонт котла, возвращены не будут. Впрочем, директор компании заверил, что необходимая запчасть в газовом котле в квартире Евдокии Бобриковой будет заменена в рамках гарантийных обязательств. Вчера мы с этой проблемой разбирались. Вчера звонил Бурдуев Михаил, начальник газовой службы в поселке Красно. У нее там проблема в вентиляторе принудительного дымоудаления убегших газов. Мы, скорее всего, будем менять его по гарантии. Для этого Евдокии Бобриковой необходимо будет обратиться с соответствующим заявлением в администрацию поселка. Взять, возможно, акт газовой компании, которая обслуживает эти котлы, о каких-то нарушениях в работе котла. Вот и все. Можно предъявить фотографии, значит, где, если ошибка указывает все прочее. Далее мы пригласим застройщика, напишем претензию. Застройщик будет разбираться с этой ситуацией. Вот и все. Не застройщик, а продавец. Еще один недостаток нового жилья в том, что здесь всего одна входная дверь, которая в холодную погоду промерзает. Дополнительные двери застройщик установит в ближайшее время. Причем по собственной инициативе, так как проектам они не предусмотрены. В ходе эксплуатации, я знаю, что там были проблемы, не то что проблемы, значит, в этих квартирах одна дверь металлическая. Она, действительно, они промерзают, но компания-застройщик, значит, у нас есть гарантийное письмо о том, что в ближайшее время этот недостаток устранят, поставят вторые двери. Всего по договорам социального найма жителям были переданы четыре квартиры. В одной из них жильцы намерены поменять газовый котел на собственные средства, так как установленный их не устраивает. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». 12 февраля профессиональный праздник отмечают сотрудники и ветераны подразделений государственного контроля и лицензирования разрешительной работы Росгвардии. В Ненецком округе инспекторы ведомства осуществляют надзор за безопасностью объектов топливно-энергетического комплекса, оборотом оружия и деятельностью охранных организаций. Огнестрельным оружием в Ненецком округе владеет каждый десятый из 44 тысяч жителей Нарьенмара и Заполярного района. От Неси до Оськары и от Харуты до Бугрино сотрудники Росгвардии консультируют граждан и заблаговременно оповещают о сроках уплаты штрафов, оформлении лицензии и разрешении, правилах безопасного обращения с оружием и получения государственных услуг. За пять лет существования Росгвардии в Ненецком автономном округе существенно снизился уровень правонарушений, связанных с оборотом оружия. Почти вдвое сократилось число граждан, привлекаемых к административной ответственности за несвоевременное продление разрешительных документов. Более чем на треть сократилось количество оружия, изымаемого владельцев. Благодаря целенаправленной профилактической работе ежегодно более сотни норьенмарацев теперь не нарушают закон, их не привлекают к административной ответственности, не подвергают денежным штрафам и не лишают важных орудий промысла – ружей, винтовок и карабинов. Профессиональный праздник Росгвардейцы встречают на боевом посту, проводят проверки, консультации и личный прием граждан по вопросам получения государственных услуг. Чтобы не допустить происшествия и преступления, они разъясняют жителям округа требования закона через средства массовой информации. В ходе оперативно-профилактических мероприятий, служебных командировок в отдаленное и труднодоступное поселение. Ну а 13 февраля во всем мире будет отмечаться День радио. Он был учрежден в 2012 году Генеральной Ассамблеей ООН. В преддверии праздника мы расскажем о нашем коллеге – звукорежиссере и диджее Борисе Зазули. Именно он готовит короткие новости и музыкальный контент для слушателей Север-ФМ – самого популярного и доступного радио в нашем регионе. Здравствуйте, у микрофона Иван Никонов. Зимник Наринмар-Усинск открыт для всех видов транспорта. Голоса ведущих новостей на Север-ФМ давно знакомы жителям Ненецкого округа. А вот тех, благодаря кому эти новости выходят в эфир, аудитория знает редко – все лавры достаются ведущим. Мы решили восстановить справедливость. Знакомьтесь, музыкальный редактор, звукорежиссер Борис Зазуля. Моя работа заключается в монтаже радиопродукции, всей аудиопродукции, которая выходит на радио, музыки, редакция музыки, редакция плейлистов, ну и аудио вся редакция. Каждый прямой эфир за режиссерским пультом Борис контролирует качество звука. Принимает звонки и ставит музыку. И это только на первый взгляд кажется, что работа не пыльная. На самом деле здесь необходимо обладать холодным рассудком и четко выполнять все действия. У нас больше информационно-музыкальная направленность радиостанции. Каждый час на нашей радиостанции новости, каждые полчаса программа. Ну, довольно много информации. Борис работает на радио с 2009 года, можно сказать, с самого открытия канала. Сегодня он не представляет своей жизни без музыки. Выпускник школы искусств, участник и победитель вокальных конкурсов различных уровней. Талантливый диджей Борис подбирает контент для аудитории Север-ФМ. Формат нашей радиостанции – это Contemporary Heat Radio. То есть и музыка подбирается исключительно из чартов, то есть из действующих чартов музыкальных по стране и по миру в целом. Это англоязычные и русскоязычные песни. То есть из всего этого, что находится в топе, мы собираем плейлист для нашей радиостанции. Всемирный день радио – мировой праздник и отмечается уже в десятый раз. Дата 13 февраля была провозглашена Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 2011 года. И одобрена Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций в 2012 году. В этот день, 13 февраля 1946 года, было создано Радио ООН. И наша маленькая тёплая радиостанция «Север-ФМ» в большой мировой радийной семье. Хочу поздравить всех наших коллег, всех радийщиков с этим праздником и пожелать, чтобы они всегда были в эфире. Наш телеканал также поздравляет всё мировое радиосообщество с профессиональным праздником. Постоянного саморазвития и совершенствования нескончаемой энергии, бодрости духа и гармонии со слушателями. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север». В это воскресенье празднуется День Святого Валентина. Несмотря на то, что католический праздник среди влюбленных нашей страны, он пользуется популярностью. Мы решили выяснить у наринмарцев, какое значение они вкладывают в слово «любовь». Ответы услышала Елизавета Кабанова. Что такое любовь? Люди разных поколений описывают чувство любви по-своему. Для одних это любовь к детям и внукам, для других привязанность к городу и стране. А кто-то находит это прекрасное чувство в другом человеке. Это тепло, это солнце, это самое, что такое возвышенное. Небо, земля, все такое, все. Это все. Что хорошее, то это любовь. Ну, любовь бывает разная. Любовь к государству, к отечеству, любовь к детям. Ну, для меня в данной ситуации, в моем возрасте, для меня любовь – это сейчас внуки и дети. Любовь – это когда люди доверяют друг другу полностью и открываются друг другу. Любовь – это когда ты понимаешь человека с полуслова. Что еще может быть такое любовь? Любовь – это химия, как говорят. Любовь – это жвачка. Кого-то любовь вдохновляет на творчество в виде стихов, песен или картин. Кто-то дарит подарки, чтобы показать свою привязанность. День всех влюбленных – это еще один повод поделиться любовью со своей второй половинкой. Цветы идеально подходят для того, чтобы выразить свое отношение. Для девушек берут в основном нежные цветы, нежные, белые. А для более взрослого, старшего поколения берут более темные, солидные цвета. Это вот бордовый, вот такой красивый, более насыщенный. По словам Валентины, 14 февраля – один из самых популярных дней среди посетителей. Самые ответственные заказывают букеты заранее, а некоторые приобретают цветы прямо в праздник. Композиции, комплекты цветов и вазы – все это помогает показать свою любовь и привязанность. Впрочем, есть и те, кто считает, что чувства не измеряются подарками. Первые три года – это как затмение в голове, чтобы не замечать недостатки партнера. А дальше уже идет жизнь. Как-то меня спросили, а за что ты меня любишь? А разве можно за что-то любить? Надо просто любить. Ну что же такое любовь? Может это просто быть вместе? Или любовь – это яркое солнце в дождливый день, как сказано на фантике популярной жвачки? Это однозначно прекрасное чувство, ведь благодаря любви люди совершают научные открытия, создают шедевры в искусстве и просто делают этот мир чуточку лучше. Но ответ на этот вопрос у каждого свой. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. В завершении выпуска новости спорта в Наринмаре продолжается турнир по мини-футболу среди силовиков. Соревнования проводятся в преддверии Дня защитника Отечества. Сегодня на поле встретились служащие войскоевой части 12403 и сотрудники окружной полиции. Кто одержал победу, расскажет Алина Ваучейская. После короткого приветствия команд игроки занимают исходные позиции. В жёлтой форме команда СКА – это военнослужащие части 12403. В сине – сотрудники окружной полиции, представляющие команду «Динамо». С первых минут на поле разворачивается настоящая футбольная баталия. В атаку идут игроки команды СКА, но безуспешно. После нескольких неудачных попыток военнослужащих «Динамовцы» забирают мяч и отправляют его в ворота соперника. Но игроки в синем несколько раз нарушают правила. Жёлтая карточка и команда военнослужащих реализовывают 10-метровые пенальти. Ещё несколько атак со стороны обеих команд и первый тайм подходит к концу. Счёт 2-2. В принципе, равна равных идёт, и соперник хорошую игру показывает. И у нас что-то получается, что-то не получается. В принципе, равная борьба. А вы как-то готовитесь к этим соревнованиям? Конечно, мы тренируемся, команда собираемся в РЦ «Спорта Норд». И в «Лидере» мы собираемся, занимаемся. Потому что выступаем не только на этих соревнованиях, но и на окружных соревнованиях по мини-футболу. И во всех возможных. Там, где есть турника, и там, мы россияне, турнир проводят. Кубок губернатора проходил по футболу на поле, на большом. Команда «Динамо» состав также довольно сыгран. Илья Черлаков в соревнованиях принимает участие уже четвёртый год подряд. Говорит, сегодня не хватает лишь поддержки болельщиков. Из-за ограничительных мероприятий турнир проводится в закрытом режиме. Когда болельщики стоят, переживают, болеют, и играть интересно становится, и дополнительный стимул, азарт появляется. Вот. Ну, приходится удовольствоваться, что есть. Есть какие-нибудь настроения, чтобы сюда победить или просто бы участвовать? Очень интересный вопрос. Мы всегда участвуем, чтобы победить. Зачем тогда играть-то? Ну, побеждать всегда сильнейший. Поэтому нужно уважать и соперника. Они тоже хотят выиграть. Ну, конечно. А во-вторых, удовольствие получить. В турнире принимают участие сборные команд УМВД, МЧС, Росгвардии и военнослужащие Минобороны. По доброй традиции со взрослыми на поле выходит и команда подростков Центра содействия семейному устройству «Наш дом». Семь лет назад, сколько было, по десять лет, вот они играли, получается, со взрослыми уже мужчинами, да. Но они молодцы, все стойко переносят эти боли, вот и все неудачи и проигрыши. Но вот в этом году, вы знаете, команда все-таки за семь лет, они, видно, действительно тренируются. В ходе упорной борьбы со счетом 4-2 победу в этом матче одерживают военнослужащие из команды СКА. Впрочем, игры будут продолжаться до 20 февраля. В этот день на базе спорткомплекса «Лидер» пройдет финальный матч за звание победителя турнира по мини-футболу и кубок организатора соревнований «Общество Динамо». Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами на «Севере». Субтитры создавал DimaTorzok